Я обсуждал вашу кандидатуру с лицами заинтересованными, в том числе и министром обороны. Он, конечно, как я понял, он как исполнительный генерал ничего не отрицал. На мои замечания, предложения реагировал правильно, но с большим, я так почувствовал в душе, неудовольствием соглашался на то, что вы, Александр Ильич, перейдете работать в Совбез, потому что, как он сказал, более подготовленного человека на сегодняшний день в штабе в нашем нет. Конечно, наверное, нет, но мне кажется, что найдем мы там людей, которые обучаемые, которые могут освоить эти должности, просто обязаны это сделать. Почему ваша кандидатура в Совбезе? Это, считайте, главный помощник президента по работе с силовыми структурами. Вы системный человек, ибо не смогли бы работать начальником генерального штаба. Образованный и знающий человек. Ну, еще раз говорю, что вы были практически в эпицентре всех событий и мероприятий в последнее время. Мы планировали, прежде всего, силами генштаба мероприятия на внешней границе по защите нашего Отечества, особенно накануне выборов и после выборов. Все это помнят. И довольно успешно мы развернули тогда и наши подразделения, войсковые части, и отреагировали, пресекая возможные недоброжелательные нападки на нашу страну и попытки создать нам излишние проблемы. То есть, вот в последнее время я очень близко увидел вас в деле. Но знаете, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но, тем не менее, мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним. Продолжение следует...